это давненько не было распаковок а именно ножевых распаковок значит здесь нож экстрема рацио либо экстрема ракео смотря по какому языку вы читаете экстрема рацио фирма итальянская и по итальянски считается рацио хоть там и пишется буква т раки у меня оригиналов никогда не было естественно не будет потому что я не считаю нормальным отдавать такие деньги за ножи к тому же ножи очень посредственного качества китайские китайские люди делают подделки на экстрема рацио намного лучшего качества чем самыми итальянцы делают свои же ножи я подделки не люблю но периодически их покупаю по мне бы было лучше чтобы здесь не было фирменных логотипов а был бы нож очень похожий на экстрема рацио bf1 но без фирменных логотипов ёшкин кот он большой естественно я знал его bf3 прошу прощения в маслице естественно я знал его габариты но он тяжеловат я не очень люблю большие ножи но что-то тут задумался подумал и обнаружил что большие то ножи у меня особо и нету лузон с клинком 90 100 миллиметров и как бы все в основном ножи среднего размера ну и даже мелкие так рукоятка рукоятка где тут 0 рукоятка 15 сантиметров вместе с клипсой ширина в закрытом положении 3 сантиметра толщина рукоятки какая плохая линейка 13 миллиметров если по клипсе даже если по винтам путь будет 18 накладки из вроде как из алюминия анодированного он такой шершавый то есть не скользкий нисколько клипса ёшкин кот толщина клипсы наверно только миллиметры с лишним на карман да просто невозможно посадить не сами давайте пробуем открыть в кадре вот это поворот но вернее естественно же знал что это за нож раз его покупал но блин какой он здоровый какой он здоровый dark талон темный коготь до того коготь или нет ну очень очень похож на оригинал сведения сведения тоненькая длина клинка 12 с половиной сантиметров режущей кромки офигеть нет ну учитывая что здесь шпенек до шпенька полезной пусть будет 11 но 11 с половиной даже больше десяти офигеть но это такой вот как раз арбузик тортик порезать замок liner lock очень необычно здесь он подпирается клинок по центру офигеть клинок по центру инерционно встряхиванием тоже открывается люфтов нет никаких мы смотрится конечно очень хищно дал под пальцевая выемка экстрема рации овская не ну классно классно я не люблю ножи с металлическими рукоятками я не люблю настолько большие ножи но что-то мне захотелось что захотелось именно посмотреть на дизайн на вот это все оригинал как рассказал не вижу смысла покупать дороже и хуже то есть обошелся мне он сколько-то 20 с чем-то долларов но я считаю за такой нажара это просто по сравните посмотрите по сравнению с ним пролает просто просто малютка но вот с клипсой с клипсой что здесь подшипники или шайбы шайбы из цвет мета латунь или бронза или медь пуляет просто просто адски и падает своим весом причем люфта нету блин вообще огонь тяжеловат конечно но за такой размер не скажу сколько весит не хочу идти за за весами но мне кажется 150 он весь этот около сотни меньше сотни здесь наверное 150 есть ну блин такой размер это реально полуторанный меч почти две моих ладони но если посюда то полторы ну и 12 с половиной сантиметров режущие кромки ну пусть полезных одиннадцать половиной вот до сюда вот до шпинька ну блин это прям реже что надо ссылку естественно оставлю хотел очень нравится мне другой к стрима рацию такой листовидный фронт флиппер фрикшен фолдер но он маленький там всего лишь 6 сантиметров клинка и был бы он вот хотя бы вот таких размеров я бы взял обязательно но вот 6 сантиметров типа брелок не особо нужен но вот это вот конечно что-то с чем-то рекомендую вот это вот Продолжение следует...